Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги судей израилевых и сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. Здесь говорится о действиях Самсона в Газе, о его романе с Долидой и о том, как Долида, филистимлянка, предает Самсона и о последней мести филистимлянам и самой смерти судьи Божия Самсона. «Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней». То есть импульсивное такое поведение. «Пришел, увидел, вошел». «Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда». Ну, у всех на слуху было его имя. «И ходили они кругом, то есть ходили кругами, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его». Они думали, что когда он совершит акт Булда, он выйдет, в темноте будет легче на него напасть. «А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, когда уже уснули те, которые ходили кругами, в полночь же встав, схватил двери городских ворот, с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там». То есть он как бы надсмеялся над ними. Они представляли, что он будет беззащитен в темноте, а он показал, что их город беззащитен, без этих ворот, без этих косяков от нападений. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ее Долида. Долида – это образ еретической церкви, которая соблазняет христианина и лишает его Божьей благодати и силы. Это аллегорически. К ней пришли владельцы филистимские, то есть когда они узнали, что Самсон полюбил ее, и говорят ей, «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждые тысячу сто сиклей серебра». Казалось бы, филистимляне обладали в то время самым мощным оружием – железо. они могли делать стальные клинки, но секрет Самсона намного важнее, и они не могут понять секрет его силы, в чем он заключается. И сказала Долида Самсону, «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Ну, казалось бы, праздный такой вопрос. Но Самсон уже сталкивался с верностью филистимских женщин, в кавычках с верностью. Самсон сказал ей, «Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». Очень опасно, когда христианин общается с иритиками. Они могут лишить его силы благодати Духа Святаго и оставить один на один с бесами и демонами, которые уничтожат его. «И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне». То есть за каждой ересью всегда скрывается какой-то бес. Вот эта вставка, «Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне» – это из греческой саптуагенты. «И сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя, он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережет ее огонь, и неузнана сила его». Далее 10 стих. «И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня и говорил мне ложь, скажи же теперь мне, чем связать тебя». Она продолжает свои капризы, понимая, что если он так увлекается женщинами, что в какой-то момент она может переломить его волю. Он сказал ей, он как бы играет с нею, не понимая того, что дьявол уже начал игру против него. Он сказал ей, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Но о новых веревках мы уже читали. Он их разорвал, как паклю. Но Далида могла этого не знать. «Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, то есть с оружием, и сорвал он, то есть Самсон, эти веревки, их с рук своих, как нитки». Вот такая сила Божия была в нем. «И сказала Далида Самсону, все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь, скажи мне, чем бы связать тебя?» Он опять продолжает свою игру. Вот когда мы ведем какую-то игру, интригу, с еретиками, с какими-то силами зла, думаем, что можем обыграть дьявола и так далее. Дьявол и сила зла ведут игру с нами. Это всегда опасно. Так близко даже подходить к ним. А Самсон обычно изображается в христианской живописи, что он лежит на коленках Далилы, когда беседует с нею. Он сказал ей, «Если ты воткнешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь коз головы его и прикрепила их к колоде и сказала ему, «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью и неузнана сила его. Мне кажется, что филистимляне уже приходили в отчаянии. Как же узнать секрет его сила? И сказала ему Далида, «Как же ты говоришь люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя?» И как она словами своими тяготила его всякий день, то есть многие дни, и мучила его, то есть это уже не игра была, это была нервотрепка, то душе его тяжело стало до смерти, и он открыл ей все сердце свое. Вот этого никогда нельзя делать ни перед кем, кроме Бога. И он открыл ей все сердце свое и сказал, «Бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божий, от чрева матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду как прочие люди». Долида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, каждый случай только один человек был в засаде, а тут она почувствовала женским чутьем, что это уже правда. поэтому на этот раз она послала и звала владельцев филистимских, то есть Сарим Плештим, князей филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое, и пришли к ней владельцы филистимские, Сарим Плештим, и принесли серебро в руках своих, то есть то, что обещали ей, и усыпила его Долида на коленях своих, разве можно так близко подходить к ереси, связываться с раскольниками, он лежит на коленках филистимлянки, он никогда не делает выводы своих ошибок, и усыпила его Долида, как этот мир хочет духовно усыпить нас, чтобы мы забыли о Христе и думали бы только о ценностях этого мира, и многие из нас в кавиола, полуусыпленном состоянии пребывают, какие наши молитвы, тусклые и бледные, и как редко мы заглядываем в Священное Писание, потому что этот мир убаюкал нас, этот мир забавляется нами, мы лежим на коленках этого мира, он играет с нашими волосами, он уже знает, в чем наша сила, и чего лишив нас, он может одержать над нами победу. Дьявол хочет, чтобы все церкви были закрыты по всему миру, чтобы бескровная жертва прекратилась, чтобы священники перестали проповедовать, чтобы Слово Божие перестало звучать в этом мире, и дьявол усыпил уже многих людей, которые добровольно погрузились в сладость, дремоту этого мира, наслаждаются собственным гедонизмом, богатством, которое имеют. Уснуть на коленках Далилы – это самое страшное, что может произойти. «И усыпила его Далила на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон, он пробудился от сна своего, и сказал, пойду, как и прежде, освобожусь, как прежде уже не будет. Самсон, ты потерял всю свою силу. Брат, вспомни, как ты молился в юности своей, сестра, вспомни, как часто ты читал Священное Писание, и во что все это превратилось. Мы все провалились в какую-то спячку духовную, мы религиозно квелые люди, не способные к жизнедеятельности. И вот он пробудился от сна своего, иногда мы пробуждаемся на какое-то время и сказал, пойду, как прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в газу, это их религиозная столица, и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узника, как бык, как вол, как осел. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Но его силы филистимляне уже не придавали никакого значения, все, он раздавлен, он уничтожен. Иногда врагам церкви кажется, что от нас ничего не осталось, что все мы в духовной спячки, им кажется, что они давно нас перекупили, что давно они разрушили основание церкви, ее религиозное основание, но они недооценивают божественную милость и возможность для человека пережить покаяние. Господь каждому может предоставить новый шанс. И далее мы читаем о том, что у филистимлян был большой праздник. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему. Дагон это получеловек, полурыба. Вот есть русалка, но русалка она женского рода, а это как бы такой русал, если так можно сказать. Итак, они собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться. Ну, филистимляне это морской народ, и сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, Бог наш предал в руки наши, врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали, позовите Самсона из дома темничного. То есть они могли увидеть, когда его там по улицам проводили, а тут они хотят привезти его на это сборище. Пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, это добавление саптуагенты, и поставили его между столбами, и сказал Самсон отруку, отрук поводы, который водил его за руку, ну, как слепого, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним, отрук так и сделал, ну, как будто он устал стоять. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистинские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших и забавляющихся над Самсоном, смотревших на забавляющего их Самсона, и возвал Самсон Господу. Вот здесь мы видим религиозные действия Самсона. Причем эта его молитва, эта его последняя молитва, она исполнена покаянного чувства. Теперь он мог переосмыслить всю свою жизнь. Бог очень одарил этого человека действием благодати. Господь очень много сделал для него, много даров он имел. Господь прощал ему его ошибки. Господь милосердно вздирал на его какое-то даже сумадурство, но теперь он молится, и он знает, что это последний раз. «И возвал Самсон Господу и сказал Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своей, в другой левой. Он не просит о возвращении силы, он кается и говорит только сейчас и больше никогда, потому что дальше смерть. «И сказал Самсон, умри душа моя с филистимлянами и уперся всею силою и обрушился дом на владельцев и на весь народ бывший в нем и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Иногда нашим противникам кажется, что нас они уже давно одолели. И на самом деле на внешнем таком уровне, как сказано в Апокалипсисе, что Антихристу будет дана власть победить святых. И он добьется того, что верующих почти не останется на земле. Но Христос однажды сказал, «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». И сила Божия иногда совершается в нашей немощи, как и в случае с Самсоном. И напрасно некоторые силы думают, что они одолели церковь в Западной Европе, в Америке, что они смогут это сделать в России, когда древние храмы западноевропейские забирают у церкви, перепродают под рестораны, под кафе или под исламские мечети. Рано секуляризированный мир уверовал свою победу. Последнее слово будет за Христом. И это слово мы знаем. Врата не одолеют церковь. Спаси Христос! Друзья, сегодня мы окончили историю Самсона радостную, в чем-то веселую, грустную, печальную и вразумительную. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 17-ю главу книги Судей. Берегите себя! Спасибо Господь!